Редактор субтитров А.Семкин Коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня день звездных войн и день зелени в Японии. 904 года назад на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. В 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. 56 лет назад в Советском Союзе принят указ об усилении борьбы с тунеядством. А в 1966 году подписан протокол об участии концерна «ФИАТ» в создании в Советском Союзе автостроительного предприятия. А 38 лет назад Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. В этот день родились такие известные люди, как советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Самойлова, британская и американская киноактриса Одри Хепперн и народный артист России Леонид Хейфиц. Таковы наиболее заметные события наступившего дня. А сейчас на нашей волне музыка. Не переключайтесь. А потом отобрать, полюбить на шесть, разделить на пять — это сложно понять. Ведь мы не ангелы, ведь мы не ангелы, ведь мы не ангелы. Сделать шаг просто так, просто так, не в счет Через день, через час, через миг, через год Мы любили мечтать, ведь мы не ангелы Сделать шаг и уйти, оглянуться нельзя Мы теперь не враги, мы теперь не друзья Это сложно понять, ведь мы не ангелы Всего лишь несколько минут осталось нам Уже летим по своим мирам Всего лишь детская игра, но ты забыла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем информационно-музыкальную программу Республика На календаре четверг, 4 мая В студии работает у Марти Киев Этот год в России объявлен годом экологии Указ о его проведении президент Владимир Путин подписал еще в начале 2016 года Еще тогда глава государства распорядился создать организационный комитет А правительству было поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий А органам исполнительной власти субъектов было рекомендовано максимально усилить работу в экологической сфере Тему продолжит моя коллега Булдубая Рамукова В Карачаево-Черкесии, как и в других регионах страны На 2017 год запланирован ряд мероприятий Это и привлечение представителей общественности к решению проблем и обеспечению экологической безопасности И научной конференции, и проекты по борьбе со стихийными свалками Строительство новых полигонов по утилизации твердых бытовых отходов и так далее По мнению некоторых жителей Карачаева-Черкесии Вопросам экологии следует уделять максимальное внимание не только в год экологии, а постоянно И что эта проблема не только ответственных структур и ведомств, а всех и каждого Как решается проблема улучшения экологической ситуации в Малокарачаевском районе Рассказал нам в беседе глава района Рамазан Байрамуков По его словам, человек должен быть не просто культурным Он должен осознавать, какое пагубное влияние на экологию оказывает целый ряд факторов Вредное производство, крупные промышленные предприятия, стихийные свалки Оставленные туристами и местными жителями мусор на природе А незатошенный костер может и вовсе уничтожить многолетние насаждения Вот почему, уверен Байрамуков, уважительное отношение к природе, ко всему живому Должно быть заложено в человеке с детства В первую очередь я эту проблему рассматриваю как воспитательный процесс Надо начинать именно со своей семьи, со своих детей Когда мы куда-то едем на природу, этот пакет занимает одно из почетных мест в машине А потом, когда после пикника, когда возвращаемся обратно, почему-то этот пакет мешает всем Надо его выкинуть, и при том выкинуть в неположенном месте К сожалению, вот эта общая культура наша, я думаю, что это в первую очередь надо детей воспитывать с раннего возраста Потом детские сады, потом школа, что нельзя выкидывать мусор где попало К сожалению, на территории республики очень много стихийных свалок Малокарачаевский район не исключение Но администрация нашла выход На сегодняшний день очень много стихийных свалок в районе Но эту проблему решить довольно-таки проблемно Основная проблема у нас – полиэтиленовые мешки из-под нарзана, полиэтиленовые бутылки, посуда Все, что мы используем, мы выкидываем вдоль трассы В месяц два раза мы проводим субботники Сами выходим, сами убираем стихийные свалки На сегодняшний день все бюджетные учреждения, организации Вот в этот четверг тоже мы выйдем на субботник Депутаты районного совета, административные работники Работники здравоохранения, образования И в первую очередь мы должны говорить людям и требовать наши торговые точки Они обязаны не только торговать И в обязательном порядке мы требуем с ним, чтобы они содержали прилегающие территории в надлежащем виде К проводимым субботникам все отнеслись со всей ответственностью Рамазан Пахатович подчеркнул, чей поступок является примером для других Все выходим, принято решение и депутатами, и администрацией района И главам сельских поселений Очень активно в этом принимают и главы сельских поселений Особенно я хотел бы отметить Семенова Это одно из самых крупных сел Не только у нас в районе по всей республике Более 16 тысяч населений Он всегда активно этим делом занимается А повседневная работа не только глав сельских поселений, а всех нас В год экологии в Карачао-Черкесии планируется строительство двух полигонов Это будут новый современный полигон твердых бытовых отходов с сортировочным комплексом для Черкеска Позволяющий решить проблему утилизации отходов от населения, предприятий и организации А также сортировочный полигон по утилизации бытовых отходов в Прикубанском районе А в Малокарачаевском районе уже функционирует мультиполигон, где сортируется мусор Часть используется как вторсырье, а часть утилизируется Есть предприятие, которое успешно функционирует уже более двух лет Есть полигон, раньше там был глиняный карьер Частное предприятие это Тохчихов Ахмат, наш депутат районного совета Человек глубоко порядочный Установил очень много крупных таких контейнеров по району Более 8 кубов Мы его всячески поддерживаем И на этом он не только содержит район в чистоте Но ежемесячно выплачивает заработную плату Ему это выгодно и тем людям, которые там работают, очень выгодны Всем нам выгодно Район в чистоте, люди зарабатывают Все центральные села, они заключили договор с этим предприятием И вывозят на этот полигон Не только такой мусор, который ввозят главы сельских поселений Но и тот старый мусор, который был Там слой глины, слой мусора Это как по технологии Это не должно быть Даже они перебирают и вывозят старый мусор Сортируют и на этом зарабатывают Более 15 человек на этом зарабатывают Глава муниципального района Рамазан Байрамуков заверил Что проводимая работа только начало по наведению чистоты и порядка И нет сомнений, что район станет образцовым Если так же, все будут принимать активное участие в проводимых мероприятиях Смотри, вот опять небеса Плывет черный дым над тайной День и ночь подрев машин Землю так свою кружим Словно мы на планете чужой Скалу поднял взрыв на дыбы Ушла вдруг вода из ручья Мать земля за часом час На руках качая нас Разве знать ты могла, где беда твоя Прости, земля Прости, земля Мы ведь еще растем Своих детей Прости за все, за все Поверь, земля Люди найдут пути Спасти, спасти тебя Себя Ищи хоть две тысячи лет Мы летим в самой дальней звезде И в немыслимой дали Мы другой такой земли Не найдем никогда и нигде Земля Земля То в крови То в снегу Земля Где в полнеба заря Каждый день Каждый день Не час любой Мы в долгу Перед тобой Неразумных детей Ты прости, земля Продолжаем информационно-музыкальную программу Республика На календаре 4 мая Четверг В студии работает Умарти Киев У замечательной белорусской писательницы Светланы Алексеевич Есть удивительная по силе своего внутреннего воздействия Повесть, которая называется «У войны не женское лицо» По большому счету Это развернутая хронология мужества Которое проявили на фронтах Великой Отечественной войны женщины Сумевшие невероятной отвагой Силой духа Противостоять коварному врагу Женщины и войны Понятия крайние Несовместимые Противоестественные Не укладывающиеся в рамки человеческого разума Казалось бы, все правильно Но когда идет речь о самом священном Защите рубежей отчизны То в этом случае выбора, как говорится Просто не существует Вне всякого сомнения Жителям Черкеска Хорошо знакома ветеран Великой Отечественной войны Надежда Павловна Попова Через несколько месяцев Она отметит свой славный юбилей И исполнится 95 лет Несмотря на солидный возраст Ветеран чувствует себя прекрасно И охотно отвечает на вопросы Правда, как отмечает ее дочь Со временем из памяти стираются Самые важные события военного времени И тогда на помощь приходят Фронтовые фотографии Которые возвращают в те далекие годы Когда советская армия Сражалась с немецко-фашистскими захватчиками А убеленные сединами ветераны Были мальчишками и девчонками Которые готовились ко взрослой жизни И строили планы на будущее Главное, о чем мечтает сегодня Надежда Павловна Чтобы ее внуки и правнуки Жили в мирное время И стали достойными гражданами страны Надежда Попова Хотя и родилась в Минеральных водах Спустя годы по назначению попала в Черкесск Где живет сегодня и по сей день После ее рождения Отец получил направление в Ростов Там же юная Надежда окончила 10 классов В маленьком рабочем поселке И поступила в Ростовский государственный университет На специальность инженера-химика Но закончить его ей было не суждено По крайней мере в тот период Началась война И вот студентка, только что сдавшая зачет по физике Была записана военным водителем На фронт Надежда Павловна была призвана в автобат 6 июля 1941 года На тот момент она прошла курсы шоферов и медиков Основная задача, которая стояла перед неопытным водителем Возить зерно По словам Надежды Павловны В 1941 году был очень урожайный год И зерна было очень много После чего она получила задание возить снаряды Очень тяжелым, считает Надежда Павловна, этот период Так как кругом шли ожесточенные бои В те времена было так Партия сказала, надо Комсомол ответил, есть Ну, меня вначале послали учить на конзавод А я лошадей боялась, как огня А нас же не спрашивали, боялись ты или не боялась ли ты Загоню денег лошадь И с этой стороны по ступенькам И седло на нее одеваю Наконец-то глядели старшие И меня убрали от лошадей Послали меня тогда Приказ был овладеть специальностями Меня послали Я училась на курсы шоферов И закончила И отправили меня возить зерно В тот год был такой большой урожай Вы себе представить не можете И всего в то время были Это газон и яз Полуторка, трехтонка и пятитонка И вот можете представить Я небольшого расточка тогда была Ноги-то не достают до педалей Ну, в общем, приспособили Один из таких, можно сказать, боевых выездов От близкого взрыва машину практически разнесло на части Вспоминает Надежда Павловна Как сегодня, помню, с дрожью в голосе Повествует Надежда Попова Я держусь за баранку, а сижу на бензобаке Вот и все, что осталось от моего грузовика Меня прикрепили в автобат Сто машин, сто ЗИСов И почему-то график такой был Что я всегда, все время я дежурю Выкопали землянку Вот, значит, я должна прогреть машины Чтобы они были готовы, как выйдут Пока я первую прогрею Пока я сотую прогрею Первая уже стыла опять Потом мне послали везти снаряды Я повезла эти снаряды, а там немцы А я тогда развернулась А они по мне ударили И, в общем, я им снаряды не отдала Я взорвала И этим я спасла от себя И я приехала в часть на бензобаке Вот рама и бензобак остался Все это снеслось И бензобак И на бензобаке восседаю я Когда на меня командир части поглядел, говорит Сказать нечего тебе Первое сражение под Ростовом И первая похоронка матери За годы войны еще две придут в дом к Поповым Пока их дочь Надежда, в очередной раз Обманув смерть, оказывалась в строю Надежда Павловна, скромно поправляя Синий платочек на голове, рассказывает Что ей часто давали такие задания От которых у многих товарищей волосы дыбом вставали Вероятно, поэтому бесстрашная девушка Стала разведчиком Надежда Павловна воевала в составе 16-го зенитно-артиллерийского полка В звании старшины После обороны Ростова Вместе с войсками отступили до города Грозного На Ташкале было С этой стороны немцы А с этой стороны высадили немцы десант Окружили Подойду, а новобранцев взяли Они не знают, с какой стороны стреляет винтовка А я что делаю? На карачках по проходу подойду Подойду к пулемету Построчу, построчу, построчу Оставлю, полезу дальше К следующему Отодвину его Построчу, построчу Потом к следующему И вот таким образом Мы Ташкалу защитили Мы все-таки удержали Ташкалу Немцам не отдали Грозницкую Ветеран Великой Отечественной войны Многое успела повидать Она была назначена слухачем-артиллеристом Прожектеристом и пулеметчиком Того же 16-го зенитно-артиллерийского полка Листая страницы своей памяти Надежда Павловна рассказала Как выносила раненых солдат с поля боя Когда ночь Я одевала лямки И вот где слышу стонет Я его перекочу на плащ-палатку Еще где стонет Я его опять перекочу на плащ-палатку А потом впрягаюсь в эту И тяну их Тянуть, конечно, тяжеловато Но они меня ругают Да тише, что ж ты как тянешь Как? Не кричи, это немцы услышат Не кричи Вот так немцы А вот тут я Тяну их с поля боя Я много ребят вытащила с поля боя Очень много Надежда Павловна не любит много о себе говорить Но подписи к фотографиям Красноречивее любой газеты Рассказывают о боевом пути нашей славной землячки Которая в марте 1945 года Принимала участие в сражении на озере Болотон в Венгрии В ходе последней крупной операции Красной Армии Против немецких войск во время Великой Отечественной войны Болотонской оборонительной Напомню, что в ходе этого сражения Наши войска отразили наступление вермахта Под кодовым названием весеннее пробуждение В это же время Надежда Павловна занимается разведкой И узнает новые данные о расположении противников Немцы откуда-то бомбили Наши не могли никак найти Почему немцы неожиданно выпускали И не давали нам перейти А я же по-немецки-то хорошо разговаривала Вот я, значит, переоделась И я услышала Оказывается, немцы построили там виадук Этот виадук, они накрыли его Это про нас 56 Их оставалось только трое из 18 ребят Это про нас И мы этот виадук удержали И пришла, а наших нет 76-я пушка стоит А ребят нету, побило А снаряд 65 килограмм И вот что делать Мы тогда эти 65 килограмм Еще женщина гражданская и я Представляешь, как мы его перли Все-таки мы зарядили И все-таки ж мы дали залп И мы вскрыли вот этот виадукт Откуда немцы удерживали Не давали нашим бить И попала в немецкое окружение И зашла в один дом А сидят трое детишек и мать И варят фасоль Ну куда деваться? Немцы кругом Мне некуда деться Я в окружение попала Немцы десант высадили Мне некуда деваться И мать что делает? Суп дала детям А фасоль дала мне, чтобы я съела И детишки поделились со мной Я съела Они потом передали Она связалась с партизанами И меня забрали белорусские партизаны Надежда Попова участвовала в освобождении Румынии Была очевидцем Яша Кишиневской операции Освобождала Венгрию и Чехословакию В 1946 году Надежда Павловна Была комиссована из Чехословакии По состоянию здоровья Она заболела малярией Я закончила войну в Чехии Все болели малярией Я не болела В Чехословакию перешли Все поправились А меня... Я потеряла сознание И мне уже посчитали, что я умерла Расстелили палатку Положили меня на палатку И завернули А в это время приехал Василек С которым я ходила в разведку Вымыл гранату и говорит Вот только, говорит, подойдите И те стоят меня ж хоронить Вот только подойдите, говорит Сам, говорит, погибну и вас А воздуха-то не хватило В палатке я застанала Эх, как случили Быстро ножом разрезали меня Вылокли После переезда в Черкеск Долгие годы работала Учителем немецкого языка Принимала участие в строительстве Объекта Ротан-600 И Курушской ГЭС в Дагестане Закончила учительский институт В Пятигорске Обучала детей хореографии Всячески помогала соседям Которые всегда говорили, что нужно Обращаться к Павловне Она поможет, даст дельный совет Общий трудовой стаж Ветерана Великой Отечественной войны Надежды Поповой 45 лет Надежда Павловна Награждена Орденом Красного Знамени Медалями за отвагу За мужество И за освобождение Кавказа Орденом Отечественной войны Третьей степени Орденом фронтовик И еще семью Памятными медалями И орденами Расцветали яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег на труда Выходила, песню заводила П Southeast Растит много-синого орла Песня «Песня» 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 По словам директора педагогического колледжа Игоря Михайлова, работа в этом направлении проводится систематически. Налажено тесное взаимодействие с педагогическими вузами Карачаева-Черкесии и соседних регионов. У нас очень хорошее отношение существует уже много лет с Карачаевским государственным педагогическим университетом. Очень с большим желанием, я знаю, наших выпускников туда берут. Практически все наши выпускники в различных учебных заведениях, но больше всего, наверное, в Карачаевске все-таки, они продолжают получать высшее педагогическое образование. Ну, как я еще могу назвать учебные заведения, это, конечно же, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, различные педагогические направления. Тоже наших выпускников туда активно принимают, и они учатся там, получают высшее образование. Конечно, большинство наших студентов, подавляющее большинство, поступают на заочные формы обучения. Не секрет, что после окончания колледжа выпускники хотят устроиться на работу, но и учиться тоже надо. В таком случае на помощь приходит заочная форма обучения. И на вопрос, имеет ли диплом заочника и студента, прошедшего очный курс обучения, разницу, Игорь Михайлов, не задумываясь, отвечает, что отличий нет. Сегодня заочная форма обучения, или очно-заочная форма обучения, она ничем не отличается, документ об образовании ничем не отличается. Вы не сможете отличить диплом заочного отделения нашего колледжа от диплома уже специалиста, который окончил у нас дневное отделение. Они ничем не отличаются. Ну, конечно же, знания, которые человек получает на дневной форме обучения, там больше практик различных и так далее, общение больше с педагогом, конечно же, эти знания более сильные. Но для чего рассчитана заочная форма обучения? Там в основном учатся те, кто уже работает, те, кто работает по специальности и кто желает просто повысить свой образовательный уровень. Последние изменения, введенные в процесс образования и новые требования, предъявляемые к той или иной профессии, перевели к тому, что в колледж поступает много людей, имеющих уже большой стаж работы. Но из-за некоторых изменений в трудовой деятельности вынуждены получить дополнительное образование. У нас на зоочном отделении практически все те, кто учатся, они работают в учреждениях образования. Притом, те, кто у нас учатся, многие имеют уже и высшее образование, но они имеют высшее образование другого профиля. Ну, например, социальный работник, когда-то он получил образование, человек, а теперь работая где-нибудь в системе образования республики, согласно новым требованиям, предъявляемым профессиям, ему положено иметь педагогическое образование. Эти люди приходят к нам, у нас достаточно взрослые, состоявшиеся люди, которые я многих знаю, которые работают в образовании и республики Ставропольского края, Краснодарского края. К нам активно едут поступать на зоочное отделение жителей приграничных районов Ставрополя, Краснодарского края с нами, кто граничит. У нас очень много из Отрадной, Передовой, Удобной, Беломечетки, Вороскалевской, Невиномыска, Кочубеевки, Ивановки. У нас есть все эти населенные пункты, у нас представлены на зоочном отделении. Выпускники училищ, колледжей и техникумов уверенно чувствуют себя в университетских и униститутских стенах. Эти студенты раньше взрослеют и могут ощутить себя состоявшимися людьми. Практически каждая лекция вызывает у них в памяти соответствующий раздел учебной практики. А на практических занятиях они не фантазируют о реальных трудовых условиях, а спокойно опираются на ту информацию, которой уже владеют. Я такая эффектная, иду по тротуару, мне завидуют женщины, ловлю на себе взгляды. Я самая шикарная и умопомрачительная. Я не буду растрачиваться, знаю себе цену, не ищу в жизни мачо. Я в любовь святую верю, в самую шикарную и умопомрачительную. Весна Море увлечений без особого значения Довела нас всех весна до умопомрачения Довела нас всех весна Я лучами согрета, я иду, встречая лето, улыбаюсь, конечно, и ищу глазами неба. Самая прекрасная и умопомрачительная Не смотрите, вздыхая, я на правила чихала Кодекс ваш не читала, так живую ведь живая Я смотрю в глаза, при встрече с тем, кто попадается мне Весна Весна Море увлечений без особого значения Довела нас всех весна до умопомрачения Довела нас всех весна Весна Море увлечений без особого значения Довела нас всех весна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова